Всем привет! Сегодня я покажу, какие бывают вейерверки, салюты и прочая пиротехника. А также полюбуемся красотой и посмотрим, что у них внутри. Мне привезли огромное количество пиротехники. Ну что же, приступим к ее тестированию. Фестивальные шары Пупсы от Веерии. Внутри мы видим фестивальную трубу и, собственно, сами заряды. Давайте попробуем его запустить. Берем фестивальный шар и ложим его в кигель. Вот такой у нас длинный-длинный фитиль. Смотрите, что получается. Плавно погружаем, ба-бах, и фитиль наверху торчит. Ну что, поджимаем? Ух ты, блин, он быстро горит. Фестивальные шары больше всего нам понравились. Они очень мощно бахают и интересен процесс перезаряда. Там будет фитиль как раз продет. Внизу тут, короче, заряд для выстрела. Ну, он очень странно с клин. Так и знал. А вот так выглядит сама амортира. Смотрите, залито какой-то ерундой. Вот это очень мощно бахает этот шар. Так, это же самый знакомый нам алюминиевый порох. И там еще должны шарики быть. Чего оно так заклеено? Это для компрессии. Нам удалось его расколупать. Внутри оказалось что-то очень странное. Там какая-то лушпайка. А шарики какие? Это как в корсаре 12. Я какой он прикольный смотри. Вы видите, там как у пчел ульи. Хочу обратить особое внимание на технику безопасности. Неправильное использование фейерверков может привести к пожару или травмам. Чтобы этого избежать, следуй инструкции на упаковке. Ладно, не надо, не надо, не надо. Не используй пиротехнику в помещении. Помни, фейерверки это только для трезвых. Давайте посмотрим, какая еще бывает пиротехника. Юла наземная. Эффект разрывного волчка с треском. Ох, ничего себе их тут сколько. Похоже, это что-то типа розочки. Надеюсь, это не улетит. Трещащие шарики. 0205А. Петиль. Мощности большой, от него ждать не следует. Интересно, что же в них внутри? Давайте сейчас скроем, посмотрим. Газета какая-то. Так, что у нас в этой газете? А в этой газете у нас находятся так называемые звездки. Сейчас я вам покажу, что они из себя представляют. Одну подпалю звездку. Микропетарда. Ради такого дела один, наверное, разобранный бахну. А то они улетают, ты видишь? Пулеметная лента. Это связка маленьких петард. Видим их тут 30 штук примерно. Давайте посмотрим, на что она способна. Пулеметная лента. Анка-пулеметчица. ПЛ-1. Она очень длинная. Здесь указан 1 метр. Шуметь мы сильно тут не хотим. Поэтому взорвем где-то вот такой кусочек. Поехали. Честно скажу, намного тише той пулеметной ленты, которую взрывали мы раньше. Шарики-дымарики. Ух ты. Называется к звездам. Шутиха дымовая. Сейчас посмотрим, насколько классно они дымят. Ух ты. Горит так хорошо. Сиреневый какой-то дымарик. Честно сказать, я ожидал больше дыма. Следующий. Желтый. И скоротит обжигают. Ну дым такой прикольный. О, желтый классно коптит. Как паровоз. Давайте попробуем. Зелененький. Пошел процесс. На что-то очень вяло. И белый. О, белый вообще мощь. Фу. Огненное колесо. Которое из себя представляет большое количество фонтанов. Одетых на подшипник. За счет реактивной тяги она начинает вращаться. И создает красивый эффект. Разлетающихся искр по спирали. Сюда направь. Под боком не видно. Эта стропина была. Сюда направляй. Поверни. Одно скажу, дыма нереально много. Самый безопасный фейерверк тортовый фонтан. Как заверяют производители, его можно использовать в помещении. В упаковке находится 4 вот таких фонтана. Сейчас я подожгу один и посмотрим, что он из себя представляет. Горит довольно прикольно. Следующий у нас сильвер фонтан. Давайте посмотрим, действительно ли он такой серебряный, как тут написано. Следующий у нас на обзоре, это классика любого праздника. Бенгальские огни. Загорелись оба. Ну, что скажу. Смотрится после фонтанов не так ярко. Интересно, будет ли он гореть в снегу. Давайте проэкспериментируем. На поверхности горит. Давайте его погрузим прямо под снег. Ха, затух. Пиротехнический фонтан. Дымовенок от Феерии. Следующий фонтан Монпассиэ. Видим уже знакомые нам две вот такие трубки. Ну, и самый большой представленный нами фонтан называется Кикусик от Феерии. Ну, название вообще, конечно, интересное. Смотрите. Распаковываем. Запакован довольно хорошо. В середине мы видим четыре уже трубы. Достаточно длинных. Сейчас посмотрим, на что он способен. Сейчас следующий. Довольно-таки красивый. Надеюсь, вам понравилось. Кто заказал капучино? Переходим к тяжелой артиллерии. Фейерверк капучино от Феерии. Поча у нас устойчивая. Это довольно-таки толстый лед. Вот, смотрите. Такие мощные заряды. Сейчас подожжем. Из себя он представляет батарею салютов. Зарядом на 13 калибр 1,25 дюйма. И самое любимое всеми на развлечения – это ракета. Это у нас ракета Р-6. Феерия Мэн. 19-й зарядный салют. Прямо так и просится подожги меня. Батарея салютов вертикальна. 1,25 дюйма. Зеленая хризантема в облаке красного пиона. Объемная серебряная хризантема в трещащем золотом облаке. Золотая трещащая хризантема с красным и зеленым пионом. Финал из золотых трещащих хризантем. Круч. Зеленая хризантема в облаке красного пиона.